Сегодня в рамках проекта Молодежный центр русского языка, литературы и музыки мы продолжаем курс лекции под названием «Культура России». Тема сегодняшней лекции — русский театр конца XIX и начала XX века. Для театра XIX века были характерны громкие, полные страсти монологи, эффектные положения, подготавливающие театральные уходы, то есть эффектно завершив свою сцену, актер подчеркнуто театрально удалялся, вызывая рукоплескание зала. За театральными чувствами исчезли сложные жизненные переживания и раздумья. Вместо сложных реалистических характеров накапливались рапоретные сценические роли. Чиновники, управляющие императорскими театрами, упорно стремились превратить их в места легкого развлечения. Постановка «Чайки» содействовала рождению знаменитой формулы «не играть, а жить на сцене». Спектакль Станиславский придумал мизансцены, которых никогда в театре раньше не было. Так, совместно с Чеховым, создалось то многообразие, которое во многом определило дальнейшие пути развития театра. Это требовало новой техники актерского исполнения. Станиславский создает свою систему психологического реализма, направленную на воспроизведение жизни человеческого духа. Анимирович Данченко разрабатывает учение о втором плане, когда за высказыванием угадывается многое невысказанное. В 1902 году на средства крупнейшего российского мецената Морозова было выстроено известное в Москве здание художественного театра. Станиславский признал, что главным начинателем и создателем общественно-политической жизни их театра был Максим Горький. В спектаклях его пьес «Трое», «Мещание», «На дне» были показаны тяжелые доли рабочих внизов общества, их права, призыв к революционной перестройке. Спектакли проходили при переполненных залах. Дальнейший вклад в сценическую постановку горьковской драматургии связан с именем близкой революционным кругам Веры Федоровны Комиссаржевской. Изнывая от казенщины, которая душила императорскую сцену, она покинула ее и создала в Петербурге свой театр. В 1904 году здесь состоялась премьера «Дачники». Ессы Горького стали ведущими в репертуаре театра Комиссаржевской. В конце XIX века и в начале XX века страсть к роскошным постановкам, начисто лишенных художественных идей, характерна для стиля предреволюционных Большого и Мариинского театров. Первоклассные по своему художественному составу коллективы ряды оперных театров лишь в сложной и напряженной борьбе отвоевывали свои творческие достижения. Одним из создателей объединения мира искусства Дягилевым были организованы «Русские сезоны в Париже» выступления артистов русского балета в 1909 по 1911 годах. Выступления были триумфом русского хореографического искусства. Артисты доказали, что классический балет может быть современным и может волновать зрителя. Лучшими постановками Бокина были «Петрушка», «Джа-птица», «Шегелезада», «Умирающий лебедь», в которых музыка, живопись и хореография были едины. АПЛОДИСМЕНТЫ